Вы знаете, люблю милые игры, которые такие... Эй, смотри, видишь, там щенок, а вон там котёнок, а смотри, вон зайчонок, видишь там зайчонка, видишь, да? Я прежде всего рогалик! Впрочем, прежде всего, спасибо, что заглянули, с вами H2, и это моё мнение о первых двух часах игры As Far As The Eye. As Far As The Eye представляет из себя пошаговую стратегическую игру. У нас есть мобильная деревня с небольшой группой непонятных существ, цель которых через несколько локаций добраться до пункта назначения. Путь до этого пункта разбит на несколько отрезков, которые вам надо преодолеть. Однако, хочу сразу заметить, что в игре нет как таковых антагонистов, кроме самой природы. Ведь надолго на промежуточных локациях вы обосновываться не можете. Сзади приближается вода, которая скоро всех накроет, если оставаться на месте. А чтобы двигаться дальше, необходимо выполнить ряд рандомных условий, которые обычно заключаются в наличии необходимого количества ресурсов или персонажа с определенной прокаченной веткой специализации. В этом и состоит цель игры, двигаться дальше, параллельно поддерживая жизнь в лагере. Ведь его обитатели еще и кушать хотят. Вот такая вот корневая структура игры. Конечно, тут много всяких интересных и оригинальных решений, о которых, правда, несколько сложновато рассказывать структурировано, но рассказать-то хочется. Прежде всего, это тот факт, что игра очень сильно завязана на планировании и позиционировании. Как только ты попадаешь на новую локацию, разведываешь ее и понимаешь, что она прямо-таки ломится от разнообразных ресурсов, которых еще при этом на одной клетке может быть несколько типов. Но подвох заключается в том, что у ваших персонажей очень мало очков действия. И 2-3 клетки между необходимым ресурсом и базой, куда его надо отнести, это очень большое расстояние, которое ваш персонаж может целый игровой день преодолевать. Короче, это не вариант. Нужно строить специализированное здание для этого ресурса поблизости. А построить здание тоже проблема, ведь, во-первых, нужны ресурсы для него, а во-вторых, свободное место. Мы ведь помним, что ресурсов тут полно. А здание мало того, что можно только на нормальном ландшафте строить, так еще и если на клетке с постройкой есть ресурсы, они оттуда пропадают. Так что выбирать надо с умом, не забывая еще и про перспективы того, что ресурсы на клетке очень даже истощаемые. А значит, желательно это здание использовать неоднократно. Однако, как вы понимаете, для сбора ресурсов одних зданий мало. У нас есть поселенцы, у которых много задач. И карту разведать, и ресурсы собрать, и во всяких локальных активностях поучаствовать. Типа в святилище сходить, обследовать древние руины, или с соседним караваном пообщаться. Но что, по моему мнению, представляет главный интерес? Это система профессий, когда персонажи, выполняя определенную работу, получают опыт в этой специализации. И это не просто добывает ресурс, потом чуть лучше добывает ресурс. Нет, по ходу обучения он получает несколько полезных перков. Причем специализация тут двухуровневая. Сначала идет общая, ну, например, шахтер. А потом, после получения третьего разряда, уже качается отдельно добытчик железа или камня. Причем на втором уровне специализации перк надо выбирать из двух возможных, что вносит дополнительную глубину в систему специализаций. Также интересным моментом является перемещение между локациями. Ведь, конечно, теоретически вы можете набрать кучу ресурсов, но когда встанет вопрос их переноса на следующую локацию, вы поймете, что грузоподъемность вашей деревушки ограничена. И есть определенная механика, эдакая мини-игра по более комплексному размещению того, что вы хотите с собой унести. Впрочем, конечно, и доступное место можно прокачать, на что необходимо тратить очки, которые персонажи получают, занимаясь работой по специальности. Однако все равно все ресурсы утащить не получится. Что логично приводит нас к тому, что накопление ресурсов никогда не становится самоцелью. Что, конечно, несколько печалит невозможностью построить какое-то крутое здание за большое количество ресурсов, ведь все здания тут стоят примерно одинаково, и твой прогресс в этой части абсолютно не чувствуется. Но все же, в чем же тогда заключается местный челлендж? Раз твои персонажи прокачиваются, теоретически прибывают на новую локацию и все с большим и большим количеством ресурсов, а врагов не завезли. Ну, во-первых, не надо сбрасывать со счетов, что игра будет вас геймплейно подкалывать, помещая на менее богатые ресурсами территории с большими требованиями для продвижения дальше. А во-вторых, есть негативные рандомные события, которые периодически происходят. То молнии ударят, то туман надвинется, то в тропических лесах влажность поднимется, то дорогу размоют, что увеличит необходимый объем ресурсов для продвижения дальше. В общем, игра найдет, как вам усложнить жизнь. Причем частота этих событий увеличивается и с приближением воды, и с увеличением количества собранных ресурсов, о чем игра рассказывает в обучении. Однако, должен отметить, что эти события сделаны очень грамотно. Игра не сваливает их на тебя рандомно, оглушая по затылку пыльным мешком, а дает возможность подготовиться, сообщая о событиях за пару дней, что дает тебе некое пространство для стратегического маневра. Мол, через два дня увеличится необходимое количество ресурсов для движения дальше, можешь сейчас уходить, а можешь остаться здесь, чтобы попытаться еще ресурсов поднакопить, но платить за это уже большую цену. В общем, достаточно продумано. Но есть один момент, который, конечно, не относится к минусам, но который обязательно надо знать и понимать до покупки этой игры. А именно, что это... Я прежде всего рогалик! Да, тут возможен некий диссонанс, что внешне игра создает такую милую расслабляющую атмосферу с сеттингом полустепного сказочного мира, в котором персонажи переодеваются в разных животных для выполнения определенной работы, с дуновениями ветерка, шуршаниями и прочей АСМРной штуковиной, но по факту это рогалик, в котором у тебя на третьем часу игры вполне могут одновременно сдохнуть все персонажи, обвалив весь твой прогресс. Надо, конечно, отметить, что просто вот так вот по щелчку в безумие они не впадут, за это игре спасибо, но есть тут такая особенность, что уж если персонажи мрут, то преимущественно мрут все. Или от приближающейся воды, или от голода. Хотя отдадим игре должное, когда еды остается мало, она активно об этом семафорит. Да и есть несколько вариантов генерации карты, что дает возможность выбора более простой партии. Но в любом случае, надо быть к этому готовым. Ребята, не сильно ведитесь на расслабляющую картинку. Это все же рогалик. А рогалик и расслабление, это вещи, которые, скажем так, вместе не всегда ведут к выигрышной сессии. Да? Если же мы перейдем к минусам этой игры, то тут мало что можно найти на самом деле. Разве что можно чутка прикопаться к интерфейсам. В частности, если мы возьмем чем-то похожие тактические игры с клеточками, там всегда нормально показана линия передвижения персонажей, за сколько ходов он выполнит приказ, какие препятствия на пути и прочее. Тут же все не слишком удобно, информации не хватает, и даже путь перемещения указан легкими дуновениями воздуха, которые еще хрен различишь. В целом понятно, конечно, почему так сделано, потому что по сеттингу мы играем ветром. Местным полубожеством, которое и направляет персонажа. Угу, знаю я этого ветра. Вначале он так, тихонько нашептывает, куда тебе лучше сходить, а потом в один прекрасный момент... Я буду жить крича! Вечно! Вечно! Короче, да, явно не стоило колдуна зажигать. Ты выстроишься от ветра. Но не могу сказать, что отсутствие удобных интерфейсов так сильно улучшает погружение, потому что все равно инструментарий нас, как ветра, достаточно широк и с нормальными интерфейсами, стандартными для стратегий. Да и в местный Тетрис играть ветру явно ничего не мешает. В общем, думаю, можно вполне было пожертвовать и этой не самой удачной попыткой видеогетические интерфейсы, ну или хотя бы сделать возможность это включить в настройках. В целом же, конечно, в рогалике еще очень важна нормальная генерация, чтобы, условно, игра не ставила перед тобой в лейтгейме неуполнимые задачи по добыче ресурсов, оценивая возможности твоей текущей локации. Но, как я и говорил в начале, это мнение о первых двух часах игры, поэтому данная информация пока что где-то там за туманом войны. Хотя, конечно, я могу прикопаться еще к разным мелким моментам, типа, когда персонаж ничего не делает, это понятно обозначается. А вот если персонаж стоит на производственной линии, например, на приготовке еды, и ему не хватает для этого ресурсов, он по факту тоже ничего не делает, но это уже разглядеть куда сложнее. Или что персонажи теряют текущие ресурсы, если их отвлечь от работы. Причем теряют они их, даже если они, например, несут дерево, а ты просишь это же дерево отнести в другое, более близко находящееся недавно построенное место. Все равно потеряю. Да, можно набрать таких вот придирок, но я останавливаться на них совсем не хочу, так как тут куда больше более значимых моментов, которые сделаны хорошо, и о которых я еще даже не заикался. Как, например, врожденные особенности ваших персонажей, возможность небольшой прокачки ваших зданий, открытие новых способностей зданий, если у тебя персонаж поднимает уровень специализации. Есть тут даже несколько дополнительных апгрейдов, зависящих от расположения рядом с определенными клетками. А еще есть наличие двух версий зданий, постоянных и мобильных. Мобильные, как вы понимаете, немножко подороже, но их можно сворачивать и строить заново, и даже при большом желании с собой в караване между локациями таскать, если там есть место. Кстати, по поводу таскать в караване. При входе на локацию в начале ты играешь самим караваном, который надо правильно разместить. И у вашего каравана в мобильном режиме также есть прокачка за очки специализации. В общем, все это придает игре дополнительную глубину и вариативность. В целом, игра As Far As The Eye представляет собой достаточно продуманный, интересный и отточенный, на первый взгляд, проект. Поэтому, если в вашем пуле интересы каким-то образом срослись рогалик и пошаговая стратегия на развитие, я думаю, вам стоит обратить внимание на этот проект. Вот так вот. А пока что с вами был H2. Увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok